Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые пациенты. Я, Прозоров Сергей Анатольевич, специалист по рентгеноэндоваскулярной диагностике и лечению, доктор медицинских наук. Наше сегодняшнее сообщение посвящено лучевому доступу при операциях эндоваскулярных на коронарных артериях. Современным эффективным способом лечения ишемической болезни сердца инфаркта миокарда является использование эндоваскулярных методов баллонной дилетации и стентирования. Для проведения инструментов для стентирования коронарных артерий пунктируют бедрину или лучевую артерию. Применение лучевого доступа было впервые описано в 1989 году для диагностической коронарографии, а затем в начале 90-х годов для баллонной дилетации коронарных артерий. Методика пункции лучевой артерии постоянно совершенствовалась и постепенно лучевой доступ стал применяться более часто, чем пункция бедренной артерии. Стандартное место пункции лучевой артерии на 2-3 см максимальная мышелка лучевой кости в месте пульсации лучевой артерии. Однако существует высокая и средняя пункция, а также возможно дистальная пункция в области анатомической табакерки и на тыльной поверхности кисти. Идеальным считается пункция лучевой артерии с первого раза. При затруднении в пункции возможно применение УЗИ. При технической неудаче возможно смена доступа. Во время вмешательства проводятся седации, вводится реланин и фентанил. При пункции обезболивания проводится местно, делается лимонная корочка. Вводится спазмолитический коктейль 2,5-5 мг верпамила и 100-200 мг нитроглицерина. Обязательным является введение 5000 единиц гепарина. Используется инструмент, интродюсер, проводники с гидрофильным покрытием. Возможно пункция как открытой иглой, так и иглой из бронюлей. Возможные неудачи и попытки связаны с аномалиями лучевой артерии, извитостью, петлеобразованием, высоким отхождением лучевой артерии, редуцированием лучевой артерии, спазмом. Для диагностической коронарографии и стентирования возможно использование широкого набора диагностических катетеров и гайд-катетеров диаметром 5-6 френч. А для диагностики возможно применение катетеров 4 френч. Лучевой доступ обеспечивает адекватную и устойчивую катетеризацию коронарных артерий и успешное проведение стентирования. После стентирования и извлечения катетера и интродюсера осуществляется гемостаз. Возможно ручной гемостаз с последующим наложением марлевой повязки, применение эластичного бинта, браслета Airbag. Лучевой доступ обладает целым рядом достоинств. Минимальная подготовка, не требуется бритье паховой области и очистительная клизма. Сокращение времени процедуры за счет гемостаза. Меньшая опасность кровотечения и развитие гематомы в месте пункции. Лучевой доступ незаменим у пациентов с выраженными атеросклеротическими изменениями артерии нижних конечностей. У тучных пациентов, которым значительно затруднена пункция и гемостаз бедренной артерии. У пациентов после аортобедренного протезирования. При лучевом доступе не требуется соблюдение строгого постельного режима. Возможно ранняя активизация больного. Возможность проведения эндоваскулярных вмешательств амбулаторно и в условиях краткосрочной госпитализации. Есть и недостатки лучевого доступа. Иногда возникает необходимость смены доступа. Иногда бывает спазм, боль, окклюзия лучевой артерии. Но в целом лучевой доступ в силу своих достоинств получил широкое распространение. И в настоящее время считается более безопасным и предпочтительным для интеркоронарных вмешательств. Спасибо за внимание.